Из девяти образцов незамерзайки, указанному на этикетке объёма и температуре, соответствуют только три. Это товар известных брендов и стоят такие канистры от 200 рублей. То есть недёшево, говорят специалисты. Все остальные не соответствуют заявленным характеристикам. С помощью лабораторных исследований общественники установили, что вместо указанных минус 30 замерзает жидкость при минус 12. Более того, производители не доливают. Весь объём этой баночки 3 плюс 1440 миллилитров. 4,240 вместо 5 литров. То есть не хватает, друг говоря, 800 миллилитров. 860. Цель данных исследований – в очередной раз доказать автолюбителям, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если и рисковать, то исключительно с умом. Покупаете незамерзайку у дороги? Покупайте, когда на улице минус 20. Тогда приобретённый товар точно не застынет в бочонке омывателя. Он сам решает, что ему купить. Либо купить дешёвую и играть в какую-то рулятку со своим бочком омывателя. Либо купить подороже и ездить ни о чём не думать. Не менее важный вопрос, что внутри канистры. Производят автомобильный стеклоомыватель либо на основе метилового спирта, либо изопропилового. Все незамерзайки делаются по техническим условиям. Главным условием является использование легального спирта. То есть в основном это изопропиловый спирт. Метанол у нас запрещен к обороту именно в производстве подобных вещей с 2000 года. Изопропиловый спирт хоть и разрешён, однако незамерзайка, сделанная на его основе, дороже, с запахом, да и качество очистки у неё не ахти, говорят эксперты. Такого же мнения придерживается большинство водителей, выбирая дешёвую жидкость без едкого аромата из нелегального метанола. В основном берём в одном месте. Главное, чтобы запаха не было. Вы какую стараетесь использовать? Ну я пока официалов. Ну подороже, но по качеству. А вот такие вот левые никогда не покупали? Покупал. Так, и что? Ну проверено, уже говорят, нормальная жидкость, всё хорошо, тогда покупала. В этом магазине незамерзайка стоит всего 85 рублей. В том, что в канистре именно 5 литров, не уверен даже продавец. Предполагает он, что и замёрзнет жидкость далеко не при 30 градусах мороза. Она может 30 не держит, спиртометром она держит 20 градусов. После 20 градусов мороза, грубо говоря, уже идёт такой мороз, который уже слякать нет. Дороги посыпают песком, когда идёт слякать до 10 градусов. То есть она не нужна, по сути? Ну это теория логики человека, грубо говоря, по сути она и не нужна. Вероятность того, что в этой бутылке, впрочем, как и в других, стоимость которых не превышает 150 рублей, содержится метанол, очень велика, говорят общественники. Однако привлечь к уголовной ответственности за распространение запрещенного в стране ядовитого вещества директоров магазинов и владельцев заправок очень сложно. Наказание должен нести производитель, однако, как правило, адреса, который они оставляют на этикетках, в природе не существует. Что же касается административных правонарушений, то привлекает за продажу незамерзайки исключительно тех, у кого нет права на торговлю. Последний такой рейд региональные стражи порядка провели в начале ноября. Обнаружили 9 незаконных точек, изъяли 355-литровых бутылок на сумму 36 тысяч рублей.